К слову, служебные собаки всегда имеют крышу над головой и любящих хозяев-сослуживцев. Они так гладко складывают судьба домашних питомцев. Зачастую их хозяева просто выкидывают на улицу. На таком фоне тем более яркими выглядят поступки добра и любви. Не кричащие, не показушные, а полные человеческого тепла. Тамара Бессмертная побывала в гостях у семьи выходившей щенка-инвалида. Надежда, хозяйка, еле поспевает за своей манюней. Собака появилась у Нади еще щенком. Попала под машину, и хозяева оставили ее в ящике. Еще у нее слышит только одно ухо и видит лишь один глаз. Я была в группе, и там пришло объявление о том, что где-то нашли щенка. Видимо, то ли под машину попал, что-то с ним случилось, задние ноги не ходят. Ну и у себя ставить не могут, то есть как бы в коробочке поставят в подъезде. Ну, естественно, сердце дрогнуло. Я сказала им, везите к нам. Когда ее увидели, да, это было что-то маленькое, беспомощное. Я понимала, что и все мы понимали, как бы вся семья у нас понимала. Даже собаки это понимали, вот эти большие. Что она не такая, как они. Что она вот, что-то у нее не так. Надежда носила ее на массаж. Ежедневно. Четыре месяца подряд. А потом нашла фирму и заказала по индивидуальному размеру тележку. За границей такая забота – частое явление, но не в России. Пока мы разговаривали, под дверью подслушивали три собаки. Ума, бывшая рахитница Пуля и прожившая три недели в закрытом шкафу у садистов Мела. Когда кто-то приходит в дом, ей кажется, что это за ней отбирать у хозяйки. Она рычит из лица. Надя работает в телерадиокомпании «Алмазный край». В ее телефоне видео каждой из собак. Она может рассказывать о них часами. Собаки считают ее своей богиней. Для них она одна такая. На весь город. Тамара Бессмертная, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».